здравствуйте друзья письмецо зачитываю письмецом значит мне 25 лет поздравляю возраст хороший у меня такой вопрос у меня есть цель но нет четкого пути вот как по вашему нужно строить путь и как нужно себя мотивировать чтобы идти вперед особенно в моменты когда что-то идет не так как задумывалось как противостоять скептицизму стереотипом и другим барьером на пути строим близкими и другими окружающими людьми ну что же беседуем у нас на самом деле вопрос не один а как минимум два значит первый вопрос это про соотношение цели и пути вот говорит цель есть а пути нет вот как построить путь дело в том что этот вопрос очень расхожий его часто обсуждают и это как бы тем очень разработанно и заключение по ней делается такое что когда есть цель то путь приложится понимаете как интересно получается вот ты идешь и как бы по зыбкому такому грунту и вот каждый раз когда ты ногу ставишь вот вроде там то ли болото то ли что там не поймешь но когда ты ногу туда ставишь вдруг она становится твердым понимаете вот когда когда человек идет то путь подстраивается под него если цель хорошая если цель правильно есть обратная ситуация очень опасная очень нехорошая это когда человек говорит я к этой цели не пойду до тех пор пока я не буду знать пути то есть у него путь подменяет цель и в этот момент происходит очень плохие вещи потому что во первых он никогда никуда не пойдет потому что путь эта функция цели платье он подстраивается не просто цели а этой точки в которой ты находишься на пути к цели эта функция того кто то есть сам по себе вот что тебе нравится что не нравится что подходит что не подходит там и так далее то есть путь находится он строится он меняется вот есть замечательная аналогия которая из кинофильма секрет и там вот человек говорит вот представь себе ты едешь там из лос-анджелеса в нью-йорк это цель нью-йорк это цель могут а путь ну вот там где-то где-то там дерево упало дорогу перекрыли где-то ремонт где-то чего-то но это неважно ты ты обязательно приедешь в нью-йорк сколько твои фары освещают там той дороге 200 200 футов вот тебе не нужно видеть весь путь от лос-анджелеса до нью-йорка тебе достаточно видеть вот эти 200 футов а дальше ты приедешь знаете нет нужды необходимости такой нет поэтому вопрос о пути это подчиненный второстепенный вопрос который вышиб с дороги очень очень много народу которые никогда никакой цели не пошли потому что им не сказали какой путь понимаете вот я это вижу например постоянно в дискуссиях об например иммиграции если у тебя есть цель иммигрировать там конкретно в сша не вообще иммигрировать то что вообще это не цель а так идея но ты говоришь хочу иммигрировать соединенные штаты хорошо и дальше ты начинаешь искать путь путь находится вот столько людей сколько хотели иммигрировать соединенные штаты нашли свой путь вот вот все мы тут сотни тысяч я не знаю может быть там пара миллионов и не считал ей статистики не видел на этот счет но речь идет о чудовищных количествах людей и у всех нашелся путь и ничего страшного не произошло а вот те которые говорили а вы мне покажите путь ну вот они так и живут там где вы жили и и никуда не сдвинулись вот я постоянно с этим сталкиваюсь вот в школе да ну у меня много примеров из школьной жизни потому что здесь знаете столько людей и все проходят через какие-то испытания поэтому раз можно сказать такая почти библейская школа значит все масса историй в этом смысле и люди которые а вы мне покажите путь вот приходит и скажите а вот после вашей школы я могу папа и пойти на работу в орако а у вас есть интерн шип с гуглом а у вас есть ему путь подавай понимаешь нету нету пути как только тебя интересует путь они цель выясняется что у тебя больше нет помощников у тебя нет попутчиков нет людей которые тебе помогали бы в том что ты хочешь достичь потому что все что ты хочешь достичь это путь никому не интересен путь и ты остаешься один или вот у меня например тоже часто бывает а вот там интерншип должен быть платным причем мы сразу говорим как бы много раз повторяем что мы не имеем никаких обязательств по этой части вот какой есть такой есть значит прошел интервью на платный будет платный там не прошел нас будет бесплатный а а если не сдал тесты так и вообще никакого не будет но дело не в этом и человек вдруг упирается это я вот платный а я вот платный чем от чего тебе платный ну что тебе на два месяца из-за чего сыр пор мы что двухмесячные вопросы решаем нет мы решаем глобальные задачи там изменения жизни к лучшему и вдруг на тебя уперся и как только он в путь уперся вот ему на этом пути вот вот тут подай все на на этом можно сказать 90 процентов уже дальше не будет продолжения я к статистически вам могу сказать я это вижу почти каждый день вот уперся в какую-то ерунду и все она может быть ему сейчас не ерунда но с точки зрения того что есть цель и есть путь он упирается в путь у него сразу исчезает цель его целью становится платный интерншип почему эта цель может быть в этом какая-то статусность или какой-то его там приятель через это что я не знаю или вот допустим а а вот если я пойду на интерншип там а есть так а какая вероятность в этом оставят это опять это путь ему нужно так поменять профессию чтобы не выходить на рынок и не искать работу как все а чтобы его где-то вот там из-под прилавка куда там поместили и вот он бы там сидел эти и сразу на самом деле я не хочу как бы там огорчить никого но я хочу сказать что если вопрос пути вас фундаментально интересует то скорее всего проблемы с целями то есть цель декларируется но не является выстраданной не является такой который есть вот стопроцентный коммитмент да вот это вот то что мы называем где-то так она как бы неплохо это больше такой романтизм больше не столько мечта сколько может быть фантазия понимаете потому что мечта как мы раньше там говорили мечта это то что такая такое сильное желание которое побуждает к действию а фантазии не требует действия сиди себе фантазируй на любую тему вот проснусь утром у меня оффер там на 100 тысяч или там проснусь утром а я в другой стране или там проснусь утром а допустим смотрю налево направо тут с одной стороны красавица с другой стороны красавица и обе мои эти на мечтать чего хочешь можно на фантазировать я извиняюсь на фантазируй если на мечтать только она имеет шанс сбыться вот а у фантазии такого шанса нет практически теперь дальше значит как себя мотивировать вопрос возникает если себя нужно мотивировать то я думаю что опять цель какая-то не та учася мотивировать нет мотивации так и нет значит найди что-то к чему у тебя есть мотивация но идем значит как нужно себя мотивировать чтобы идти вперед особенно в моменты когда что-то идет не так как задумывалась а вы опять из мира фантазии значит переключайтесь мир реальности и скажите себе всякая дорога которая ведет к храму до к чему-то большому чистому светлому высокому к серьезные цели ведет дорога она не может быть без там канав без каменюк на дороге без я не знаю там чего на ней бывает какашек и так далее эта часть эти вы не можете быть там я не знаю кинозвездой без того чтобы там иметь охранников потому что вас просто порвут на части там ваши поклонницы без того чтобы вас не облили грязью в желтой прессе и не только в желтой там и где угодно это это атрибут давайте как там у аку джавы ах ах если по вам служить на суше да только б ленточки носить понимаете не получается хоть ленточки носить точно надо в море выходить так вот как себя мотивировать надо сказать себе что я принимаю правила игры значит если я иду к какой-то цели я не рассчитываю что мне будет легко смысле вам может быть душевно будет легко то что вы идете к цели которые вы выбрали но вам не обязательно легко в том смысле чтоб надо преодолевать какие-то трудности вы может быть с удовольствием преодолевает там но во всяком случае если речь идет о демотивации если речь о том что значит что там не идет как задумывалась а как же она может идти как задумывалась если бы пятый раз шли по одной и той же дороге вы бы ее хорошо знали а если вы по ней первый раз идете но мало ли чего задумывалась значит вы говорите себе я буду я задумал что-то иду и постоянно корректирую постоянно связываюсь с реальностью значит да reality check такое то говорят по-английски и смотрите где вы что это норма это путь это технология к этому не может быть эмоционального отношения не нужно эмоций то есть есть момент когда у тебя эмоционально а есть момент когда у тебя расчет когда у тебя логика здравый смысл там и так далее когда ты идешь к цели значит ты логически рассуждаешь если ты не можешь логически рассуждать пойди поспи в баньку сходи пивка попей как говорят да по-русски утро вечера мудренее дайте отстояться так дайте эмоциям отойти включите здравый смысл и разбирайтесь этим делом значит не идет как задумывалась и слава богу значит вы в реальном мире живете в реальном мире ничто не идет как задумывался как противостоять скептицизму стереотипам и другим барьером на пути строимым близкими и другими окружающими людьми ну что тут сказать как противостоять значит если у вас есть цель так и она для вас очень очень значима во первых если люди которые вокруг вас находятся и ну как бы люди которые бы не безразличны если это люди которым вы безразличны да забудьте об иссуществовании просто вычеркните из своей жизни все их нет они есть ровно в той мере в какой вы говорите вот эти люди которым на меня наплевать что они обо мне думают эти эта проблема серьезная значит не знаю там медицинская может наплевать на них и забыть их нет есть люди которым вы дороги есть люди которые вам дороги пойти и вот эти люди смотрят на вас и и говорят послушай ты не то делаешь зачем она тебе надо шел бы ты лучше вот по пути там нашего дедушки там и так далее конечно все замечательно они вам нервы портят но если вы если вы проявите упорство если вы покажете что вы например действительно понимаете что вы делаете что цель у вас хорошая большая чисто они они примут ее большинство этих людей если вы им дороги они абсолютно спокойно примут это понимаю что это вашей что вы к этому идете что вы не в завиральном каком-то мире крутитесь и что вас потом надо будет спасать из этого все вытаскивать а вы действительно спозиционированы на успех они вас поддерживают то есть значительной степени я не хочу сказать на сто процентов но я хочу сказать что в значительной степени отсутствие поддержки со стороны других людей происходит от того что вы не продемонстрировали вот тот самый комитмент и вы не продемонстрировали готовность понимаете это что вы переживаете от того что они вам там что-то говорят это свидетельство того что они вам вот чтобы не очень готовы есть замечательная хохмачка там слушал я одного дядьку и он рассказывает что он любит собирать всякие пропорции давать там правило 80 20 такого плана и вот он однажды значит наткнулся на мужика я потом пошел почитал в оригинале тоже мне тоже понравилось который значит сформулировал правило 18 40 60 и значит правило такое 18 лет человек молодой ходит вот и думает видит вокруг себя людей думает что они обо мне думают вот что они обо мне думают ему это важно он в такой стадии жизни когда ему это важно в 40 лет он думает да мне плевать что они обо мне думаю я вот буду делать вот это вот у вас вот этого нет плевать что они думают я делаю то что я считаю нужно а в 60 он говорит да они никогда вообще обо мне не думали они всегда думали только о себе самих пойти вот если вы сейчас в 25 значит примите то что вы узнаете в 60 да то что никто о вас вообще никогда не думал ведь они всегда думали только о себе и даже когда они говорили о вас они это говорили только для того чтобы себя почувствовать лучше потому что им поперек гон как нож в горло понимаете чужие успехи или там чужая мотивация или чужой интерес к жизни там даже потенциально вот и когда вы это поймете значит вас не будет мучить вопрос как себя мотивировать там и так далее да и да и в общем-то пофигу честно то есть если еще раз мы возвращаемся к близким людям более близким которые может быть не так пофигу значит первое мы сказали если вы проявите некоторый уровень зрелости так назовем в вашем решении двигаться куда-то к этой цели то они может быть не только возражать не будут но даже и поддержать чем смог это первый момент второй момент состоит в том что бывает что люди реально не понимают я всю жизнь через это как бы ну проходил и во сколько я себя помню меня все время близкие самые близкие люди постоянно не понимали вот например мой отец очень не любил когда я ходил там с рюкзачком по подмосковью там бывало на две недели куда-нибудь уйдем там и он он очень переживал то есть что там опасно что бандиты что там еще чего-то я не знаю ночью вот он не понимал я я все равно шел ну ну так выходил давайте там как бы одна воля на другую волю они очень не были хэппи от того что я женился в 19 лет им им эта идея как-то казалось что это все преждевременно что сейчас пойдут дети что мы не закончим образование незавершим там и так далее они очень переживали хотя какое-то время прошло и там они 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 очень любили свету и они собственно ее сразу очень любили но просто вот то чтобы жениться им как то казалось что молодые очень я сейчас тоже с ужасом думаю боже 19 вот но когда мы когда мы уезжали в америку внесет что творилось а когда мы им сказали еще молодые были мы не успели тогда уехать в конце семидесятых вот саша новоселов вы его видели на канале неоднократно вот саша уехал мы только институт закончили буквально там точнее не уехал он подал на подачу его не подал на отъезд его не сразу выпустили там пару лет болтался в неизвестности но вот он подал сразу после института и мы там в общем с кем-то переписывали с какими-то друзьями они вдруг об этом узнали это был семьдесят там может быть девятый год и у нас только вот дочка родилась я боже как они переживали ужас и даже спустя там ну сколько-то лет когда мы уже реально уезжали они тоже очень переживали у отца был приступ сердечный когда он должен был подписать мне эти бумажки что он ко мне не имеет финансовых претензий связи с выездом на пмж так у него у него приступ был сердечный и вместо него подписывал там товарищ там в общем что говорить мы постоянно через это проходим это часть жизни это то это то что делает тебя взрослым человеком ответственно потому что ты отвечаешь за свою жизнь ты и только ты никто кроме тебя и когда наступит момент как бы ну мы так условно в рамках модели вот когда наступит момент и придется ответ держать за все да и те скажут а что ж ты вот тут-то у тебя потенциал был у тебя желание было а вот мне настроение испортили а вот мне там что-то они мне сказали и вот это вот не катит понимаете не катит но уже детский же разговор 25 лет тоже все-таки взрослый чек но я не знаю в наше время вполне бы там двоих детей боже имел запросто я просто чему рассказывают не катит но поэтому вот вот эта ответственность когда вы ее осознаете свою ответственность за свою жизнь вы перестаете интересоваться тем кто и что сказал безусловно если это если это близкие люди вы не хотите с ними портить отношения вы не хотите их ранить как-то своими решениями само собой понятно все то есть дальше возникает вопрос как разрулить это это все разруливается ничего страшного но просто к вопросу о мотивации вы спросите себя как отвечать будете вот там где не спрячешься и не закосишь и давайте и скажешь что ж ты тебе целую жизнь дали дар божий и что-то с ней сделал слушал кого-то стереотипы чужие тебе скептицизм его убил мы через это через преодоление этого мы мужаем мы становимся взрослыми ответствия людьми как там у роберта рождественского юность мужает в борьбе понимаете в борьбе мужает не не в расслабухе не на пляже не за банкой пива войти а в борьбе в борьбе за что за себя в первую очередь за свою жизнь за свои цели за свои идеалы и так далее вот я бы так сказал в общем не знаю поможет ли мой спич молодому человеку как-то сбросить себя груз вот чужого негатива значит но я старался счастливо